Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы поговорим о книге священного писания Ветхого Завета, которая носит название «Послание Иеремии». Это книга второканоническая. Такие книги обещаются не во всех изданиях Библии, они не входят в еврейский канон священного писания, они дошли до нас в переводе на греческом языке. Некоторые из этих книг были изначально написаны на греческом языке. Что касается «Послания Иеремии», то ученые много обсуждали, изучали этот вопрос, но сейчас считается доказанным, что эта книга изначально была написана на древнееврейском языке, на еврите, уже затем переведена на греческий язык, и вот в переводе дошла до нас. Книга подписана именем древнего пророка Иеремии, одного из величайших пророков. По всей видимости, сам Иеремия не мог написать эту книгу. Она появилась значительно позже. Пророк жил в VII-VI веке до н.э. На рубеже этих веков книга «Послание Иеремии» была составлена значительно позже. Некоторые ученые говорят, что даже в II или I веке до н.э. Примерно тогда же, когда писались маковейские книги. Но была такая традиция приписывать некоторые книги великим людям, придавая особый авторитет этим книгам. И книга «Послание Иеремии» заслуживает такого надписания, такого авторитета, потому что эта книга говорит о каких-то очень важных вещах. Книга состоит всего из одной головы. Довольно длинной, но одной. И я сказал, что она говорит о многих вещах, но на самом деле есть одна тема, которая от начала и до конца является главным содержанием этой книги. Это полемика против идолопоклонства. Некоторые современные читатели могут сказать, для нас-то зачем нужна эта книга? Вроде в современном мире большинство из нас уже не поклоняется идолам, не делает золотых тельцов, истуканов, не делает себе богов из дерева, камня. Ну, во-первых, даже и это тоже бывает. И в современном мире есть люди, которые возвращаются к язычеству и вновь начинают почитать идолов в самом прямом и буквальном смысле этого слова. Даже грубое идолопоклонство встречается и в нашей среде. Но в большем распространении явление, которое тоже можно назвать служением идолом, хотя и не таким грубым. Ведь идол может быть не только материальным. Это не обязательно божок, сделанный из какого-то материала, камня, золота, дерево. Идол может быть нематериальным. Идол — это что такое? Это то, что мы ставим на место Бога. К чему мы стремимся, к чему мы служим, к чему мы прилагаем все свои усилия, чтобы достигнуть этого вместо Бога, вместо того, чтобы стремиться к Богу. Идолом может стать материальное благополучие. Человек все свои усилия направляет на то, чтобы увеличить свое материальное достояние. Или человек направляет все свои усилия на то, чтобы бороться за какую-то идею земную, материальную, приземленную. Или человек полагает всю свою жизнь для того, чтобы чтить какого-то другого человека. Очень хорошо, когда между нами есть любовь, когда мы служим друг другу, любим друг другу. Но ничто не должно встать на место Бога. В Евангелии есть строгие слова. Кто не оставит матерь, жену, детей ради меня и Евангелие, тот не достоин Царствия Божия. Что это значит? Мы должны побросать своих близких, перестать о них заботиться, перестать их любить? Конечно же нет. Но это значит, что в жизни верующего человека должна быть выстроена иерархия, система приоритетов. Прежде всего, мы чтим Бога, даровавшего нам жизнь, даровавшего нам друг другу. И уже потом, на основании любви к Богу, мы можем любить наших близких. И тогда вот эта любовь получает к другим людям, любовь получает особое измерение. И вот послание Иеремия — это книга, которая предупреждает нас против всех видов идолопоклонства. Попробуем обратиться к тексту. Список посланий, которые послал Иеремия к пленникам от Вадима Вавилон, царем Вавилонским, чтобы возвестить им, что повелено ему Богом. Сама книга написана, по мнению современных ученых, позже, на несколько столетий, чем жил Иеремия. Но здесь и говорится, что это список посланий, то есть это переписанное послание. Возможно, в основе этой книги все-таки и лежит какое-то письмо, в древности написанное самим пророком Иеремии. Эта книга, состоящая из одной главы, легко разделяется на десять отрывков, каждый из которых заканчивается примерно одними и теми же словами о недопустимости поклонения идолам. Вот обратимся к первому такому отрывку. «За грехи, которыми вы согрешили перед Богом, будете отведены пленниками Вавилон, Новоходоносором, царем Вавилонским. Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы и долгое время, даже до семи родов. После же сего я выведу вас оттуда с миром». Пророк Иеремия, которому приписывается этот текст, а, может быть, основа этого текста и принадлежала, предупреждает о том, что будет вавилонское пленение. И мы знаем, что действительно был такой период в истории Израиля, когда евреи были уведены в этот плен и провели там 70 лет. И было очень трудно в окружении Вавилонском сохранить верность истинному Богу, жить по тем заповедям, которые дал Господь через пророка Моисея. «Трудно, но возможно». И вот к этому и призывает Иеремия тех, кто будет находиться в Вавилоне. Но это предупреждение, этот призыв относится ко всем людям во все времена, потому что все мы находимся чаще всего в враждебном окружении. Церковь по природе своей гонима. «Меня гнали, и вас будут гнать». И даже если внешне бывают периоды благополучия, как сейчас, вот православная церковь, скажем, благополучна относительно, но внутренне, через разные искушения, страсти, грехи, через распространенное зло в мире, эти гонения продолжаются. И недостаточно ничего не делать для того, чтобы не поклоняться идолам, а требуется активное сопротивление. Если ты ничего не будешь делать, ты попадешь под эту власть идолопоклонства. Требуется активное сопротивление тем искушениям, тем прилогам, как говорят отцы, пустынники, аскеты. Вот когда приходит какая-то мысль сделать что-то нехорошее, отклониться от Бога, это называется прилогом. Вот требуется активное сопротивление этим прилогам. Но здесь есть, кроме этого, предупреждение и обетование. «Я выведу вас оттуда с миром», — говорит Господь. «Пройдя достойно через искушения, через соблазны, можно выйти туда, куда зовет нас Господь, в ту землю, которая нам обещана. Придите ко мне, наследуйте царство, приготовленное для вас от создания мира». А что же в Вавилоне происходит? Теперь вы увидите в Вавилоне богов, серебряных и золотых, и деревянных, носимых на плечах, внущающих страх язычникам. «Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, чтобы страх перед ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади, их поклоняющихся перед ними, скажите в уме». «Тебе должно поклоняться Владыка». Да, вокруг нас полно идолов. Они могут быть самыми разнообразными. И мы видим, что эти идолы внушают страх, ужас, почтение. Многие люди служат этим идолам. Но когда ты видишь этот идол, скажи, обратившись к Богу, «Тебе должно поклоняться Владыка». «Не увлекись и ты, влекомый вот этим стадным чувством, но раз другие кланяются идолу, значит, и я тоже пойду. Раз другим он внушает страх, уважение, трепет. Раз другие ему служат, и я буду служить. Нет, скажи в себе крепко, «Тебе должно поклоняться Владыка, обратившись к истинному Богу». «Ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших». Человек не одинок в этой борьбе против идолов. Есть ангел-хранитель, который сопровождает в жизни каждого человека. И ангел поможет. Если у человека собственная воля есть к тому, чтобы быть стойким и не падать перед этими идолами, то ангел поможет. Ангел мой с вами, он защитник душ ваших. «Язык их, то есть идолов, выстрокан художникам. Сами они оправлены в золото и серебро, но они ложные, не могут говорить. Как бы для девицы, любящей украшения, берут они золото, приготовляют венцы на голову богов своих. Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на самих себя. Уделяют остовой блудницам под окровом, украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя обличены в пурпурную одежду». Вот так описывает этих идолов автор книги «Послание Иеремия», а может быть, даже и сам пророк Иеремия. Да, они украшены золотом, серебром, но они не спасаются от ржавчины и моли. Тление разрушает их. И вот так любой земной идол, к которому мы обращаемся, как он может спасти, если он сам подвержен всем тем последствиям греха, которые царствуют в этом мире? Он сам подвержен тлению, разрушению, смерти, и он не может говорить. Бог истинный обращается к людям по-разному. Бывают такие эпохи, про которые, вот как в книге царств говорится, что в те дни Слово Божие было редко, видения были нечасто. Бывают другие эпохи, когда Господь часто обращается к людям, призывает их, зовет пророков, которым открывает свои тайны, открывает свое Слово. Разные есть эпохи, но Бог истинный, сотворивший небо и землю, это Бог живой, Бог, который говорит, Бог, который обращается к нам. И Его Слово мы знаем, потому что Его Слово, оно открыто нам в Священном Писании. Он сам пришел на землю, воплотился, жил среди нас, и мы знаем Его голос, как в Евангелии говорится, что овцы знают голос пастыря, идут за Ним, а от чужого голоса бегут. Идолы молчат, у них нет голоса. Их священники сами украшают их золотом и принимают дары, приносимые этим идолам со стороны идолопоклонников, а потом эти дары употребляют для собственного удовольствия, для собственной корысти, для собственных наслаждений, дают даже блудницам от этих даров. Такое недостойное поведение может закрасться даже и в церковь. И ведь среди апостолов Христовых тоже был Иуда, который воровал из той кружки, куда люди вкладывали пожертвования для того, чтобы поддержать общину Христа и его учеников. Иуда носил эту кружку и воровал оттуда, брал часть этих пожертвований себе. И потом оказался предателем, предавшим на смерть своего божественного учителя. И вот как страшно, когда подобное повторяется, когда кто-то из священнослужителей тоже использует что-то церковное для удовлетворения своей собственной корысти и тем более каких-то неприглядных удовольствий. Это так поступают служители идолов. Это для них норма. Идолы не спасаются от ржавчиной моли, хотя обличены в пурпурованную одежду. Одежда красивая, внешность красивая, это все привлекательно, это здорово, но ржавчина и моль разливают их изнутри. Обтирают лицо их от пыли в капище, которые на них очень много. В капище, в этом языческом храме приходят люди на обуви свои, приносят землю, пыль, и эти идолы такие, что с их лиц приходится тряпкой стирать эту пыль. Имеют скипетр как человек, судья страны, но он не может умертвить иновного перед ним. Имеют меч правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда и познается, что они не боги, и так не бойтесь их. Можно служить идолам, а можно даже не служить, но бояться. И пророк призывает нас, они не боги, не бойтесь их, не служите и не бойтесь их. И вот каждая из десяти частей этой книги послания Иеремии заканчиваются вот этими словами. Они не боги, не бойтесь их. Это и есть главная мысль этой книги. Очень много места страх занимает в нашей жизни. Мы боимся буквально всего, а Священное Писание на очень многих страницах своих призывает нас, не бойтесь, не устрашайтесь. страх сковывает, отнимает часть сил, отнимает часть энергии, практически ничего не дает взамен. Страх это тоже дар Божий, он тоже нам зачем-то нужен. Но для чего? Чтобы в какой-то экстремальной ситуации быстро спрятаться, быстро действовать, но в неэкстремальной ситуации, когда жизнь идет каким-то своим чередом, нужно отгонять от себя эти страхи. Не бойтесь, не страшитесь, говорит нам Господь. И вот здесь Пророк говорит, не бойтесь. Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их. После того, как они поставлены в капищах, глаза их полны пыли от ног входящих. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Зажигают для них светильники и больше, нежели для самих себя. Они ни одного из них не могут видеть. Мертвы эти боги. Ломпадки зажигают перед ними масляные светильники, свечи, но они не видят этих светильников, они мертвы. Они как бревно в доме. Сердца их, говорят, точат черви земляные и съедают их самих и одежду их, а они не чувствуют. Лица их черны от курения в капищах. На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, лазают по ним и кошки. Из этого вы разумеете, что это не боги. И так не бойтесь их. Снова повторяется этот рефрен. Они беспомощные, слепые, не могут защититься ни от зверей, которые туда приходят, ни от грязи, ни от пыли, не видят лампадок. Не бойтесь их, они не боги. Если кто не очистит от ржавчины золота, которым они обложены для красы, то они не будут блестеть. Когда выливали их, они не чувствовали. Когда изготавливали, когда золото лилось, расплавленное для того, чтобы сделать листы, покрывающие этого идола. Внутри, как правило, эти идолы были деревянные, поэтому он говорит, что черви точат их сердца, червяки древесные въедаются в это дерево, из которого они сделаны, а сверху они покрыты золотом, они не чувствовали, когда отливалось это золото. За большую цену они куплены, а духа нет в них. Без ноги они носятся на плечах, показывая чрестостовую ничтожность людям, посрамляются же и служащие им. Бывают процессии языческие, когда берут этого идола, несут куда-то, ног у него нету, сам двигаться он не может, его несут. Они ничтожны, говорит здесь пророк. потому что в случае их на землю сами собой они не могут встать. Также если бы кто поставил их прямо, не могут сами собой двигаться, если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. но как перед мертвыми полагают перед ними дары. Жертвы их жрецы продают и злоупотребляют ими, равно и жены их часть из них солят и ничего не уделяют ни 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 их прикасаются женщины нечистые и родильницы. Итак, познав из всего, что они не боги, не бойтесь их. Снова этот рефрен. Не бойтесь, они не боги. Для еврея невозможно, что в разных состояниях нечистые женщины прикасаются к этим идолам и после этого поклониться, служить им, было такое понятие о ритуальной нечистоте. Вот эта нечистота присутствует там. Как же назвать их богами? Женщины приносят жертвы этим серебряным и золотым и деревянным богам, и в капищах сидят жрецы в разодранных одеждах с обритыми головами, с бородами и не с покрытыми головами. Ревут они с воплем перед своими богами, как иные на поминках по умершим. Некоторые из одежд их жрецы берут себе и одевают имя своих жен и детей. Если испытывают какое-либо злое или доброе, не могут воздать, не могут поставить царя, не низложить его. Равно ни богатства, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обед, не выполнил бы его, они не взыщут. От смерти человека не избавят, ни слабейшего усильного не отнимут. Человеку слепому не помогут. Вдови не окажут сострадания и сироте не сделают добра. Камням из гор подобны эти боги, деревянные и отправленные в золото и серебро и служащие им посрамятся. От более грубой аргументации автор здесь восходит к более тонкой. Дело даже не в том, что эти изображения мертвы, беспомощны, что их приходится носить, что если они упадут, то надо поднимать. А дело еще и в самой сути, где видно, чтобы идол защитил вдову, сирого, убогого, нищего, чтобы он вернул зрение слепому. Где видно, чтобы идол совершил какое-либо дело милосердия. А истинный бог — это любовь. И почитание истинного бога выражается в делах милосердия. Как же можно подумать или сказать, что они боги? Не бойтесь, они не боги. К тому же сами халдеи обращаются с ними непочтительно. Они, когда увидят немного немогущего говорить, приносят его к вагу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать. И не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла. Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим переспит с ним, попрекает свои подруги, что та неудостоена того же, как она, и что первость ее не разорвана. Все совершающееся у них ложно, посему как можно думать или говорить, что они боги? здесь автор книги описывает еще одно очень печальное явление, которое сопровождало идолослужение. Это такая вот языческая храмовая проституция, когда вот были женщины, вступающие в связь с путниками, приходящими поклониться к идолам за вознаграждение. И вот друг с другом конкурируют эти женщины. Вот каково это служение этим богам. Вот с чем это связано. Устроены эти идолами художниками и плавильчиками золота. Ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. Бог истинный, Бог всемогущий, тот, который все, что ему угодно, приводит в действие без всякого промедления. А у этих богов нет желаний. Они могут быть только тем, кем пожелали их сделать авторы, ремесленники, изготовившие их. те, которые приготовляют их, не бывают долговечны. Как же сделанные ими могут стать богами? Они оставили по себе ложь и срам своим потомкам. То есть когда человек изготавливает это выдало, он какое-то еще время поживет, и потом его жизнь закончится, он недолговечен. Любой человек смертен, любой ремесленник, изготовивший вот этого башка, рано или поздно сам умрет. Как же можно предположить, что то, что он создал вечно, оно когда-то тоже закончится свое существование? Эти боги не настоящие, это не вечный, живой бог, создавший небо и землю. Когда постигают их война и бедствия, жрецы совещаются между собой, где будем скрыться с ними? Как же не понять, что те не боги, которых самих себя не спасают ни от войн, ни от бедствий? Так как они деревянные и оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь. Всем народам и царям сделается ясным, что это не боги, а к тому же после сего непонятно, что они не боги. Царя стране они не поставят, дождя людям не дадут, суда не рассудят, обидимого не защитят, будучи бессильны, как вороны, находящиеся между небом и землею, ибо в том случае, когда подверглось бы пожару капище, богов деревянных или оправленных в золото или серебро, жрецы их убегут и спасутся, а они сами как бревна в середине сгорят. Ни царю, ни врагам они не могут противостать. Как же можно принять или подумать, что они боги? Ни от воров, ни от грабителей они не могут охранить самих себя, эти боги деревянные, оправленные в серебро, в золото, превосходя их силу, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них и уходят с добычу, а эти себе самим не в силах помочь. Поэтому лучше царь, высказывающий мужество или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги. Лучше дверь в доме, охраняющий в нем имущество, нежели ложные боги. Лучше деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги. От этих ложных богов нет никакой пользы. царский дворец, место, в котором все должно быть драгоценное, сделанное из прекрасных материалов. Так лучше пусть там будет деревянная колонна, которая будет все равно подпирать крышу, чем этот идол, который вообще ничего не может дать. Солнце и луна и звезды, будучи светлые и посылаемые ради потребности, благопослушные. Так же и молния каждый раз, как является ясно-видима. Так же ветер во всякой стране воет, и облака, когда повелит им Бог, пройти над всей вселенной исполняют повеления. Так же огонь, свыше неспосылаемый для истребления гор и лесов, делает то, что назначено, а эти неподобны им ни видом, ни силами. Творение Божие, стихи, которыми управляет Бог, которые Бог посылает на землю, вода, огонь, ветер, воздух, подвижны и исполняют те законы физические, которые Бог дал вселенной. А эти идолы, эти ложные боги, они вообще бессильны. У них нет никаких творений, и сами они ничего не могут сделать. «Почему можно подумать или сказать, что они боги, когда они не сильны, ни суда рассудить, ни добра делать людям не могут? И так, зная, что они не боги, не бойтесь их. Царей они не проклянут, не благословят, знамени не покажут на ними, перед народами не осветят, как солнце, и не осияют, как луна. Звери лучи их, они, убегая под кровь, могут помочь себе. И так, ни с чего не видно нам, что они боги, посему не бойтесь их. Как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото и серебро боги. Равным образом, их деревянные, оправленные в золото и серебро боги, подобно терновому кусту в саду, на который садятся всякие птицы, также пурпора и червляницы, которые сливают на них, вы можете уразуметь, что они не боги, да и сами они будут наконец съедены и будут позором в стране. И так, лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора. Вот такими словами заканчивает автор этой книги послания Иеремии свое повествование. Мы постараемся приникнуть к этому тексту и понять, как это слово обращено к нашей жизни. Ведь каждое слово библейское, в том числе и каждое слово даже и Ветхого Завета, это слово Божие, обращенное ко всем людям во всей эпохе. И вот постараемся понять, что в нашей жизни является таким идолом, мертвым, ненужным, бессильным, и, главное, тем, кого не надо бояться и кому не надо служить. И вот если мы так прочтем эту книгу, то тогда цель автора будет достигнута, его предостережение будет нами услышано. Надо отличать творение от Творца, бессильного, мертвого, от сильного, живого и могущего. Эту книгу мы читали для библейского портала Экзегет. Творца библейского библейского нэй, греблейс, лень, лень, и лень, лень, и Продолжение следует...